Добрый вечер, дамы и господа. Мы очень рады, что вы пришли сегодня в клуб Хозлова на второй этаж на специальную программу «Джаз против блюза». Естественно, не надо думать, что здесь будут люди, которые будут бить друг друга по двое музыкальными инструментами. Нет, это сугубо музыкальное мероприятие. Начнем мы с родоначальника, я бы сказал, практически всей современной музыки, то есть с блюза, потому что с блюза все началось и без него ничего не обходится. Большую часть музыки, которую вы вообще слышите, это породил блюз. Это касается и рока, и R&B, хип-хопа, и диско. Все, в общем, произошло от блюза. Это случилось очень давно. Я имею в виду рождение блюза. Это произошло в 19 веке, а в 20 веке стало очень активно развиваться. И к джазу имеет самое непосредственное отношение. Многие из вас, наверное, себе это представляют, но кто-то может не представлять. Дело в том, что блюз – это фольклорная музыка про американского населения Соединенных Штатов Америки, которая, в общем-то, имела определенное развитие, смешиваясь в том числе и с культурой белых людей. То есть музыкальные формы какие-то возникали. Но в основном, конечно, очень много из Африки в блюзе. А что касается джаза и какое отношение имеют к джазу, когда джаз стал входить в моду, это, в общем, были такие песенки опереточного плана. И когда эти песенки отреточного плана стали играть блюзовые музыканты со своими афроамериканскими интонациями, специфическим ритмическим варьированием и голосовыми интонациями, в общем-то, именно этот джаз приобрел очень большую популярность. Это было в конце 20-х годов. Этот период называется «Золотым веком джаза». Вот. То есть, в общем-то, и джаз тоже произошел от блюза. Но, как я писал в анонисе, девушки меня часто спрашивают, чем отличается джаз от блюза. В общем, рассказывать можно про интонацию и все, что угодно, но лучше услышать своими словами. И пойдем в хронологическом порядке. Я приглашаю на сцену группу «Фолклайн», которая представит нам самый традиционный фолк-блюз. То есть то, с чего все началось. Что ж, добрый вечер, друзья. Мы рады быть сегодня на этой сцене. Мы рады, что вы пришли. И да, действительно, мы начнем с блюзу. Начнем с композиции, которая была написана в далеких 20-х. Году так, в 27-28. Написана была одним из зачинателей жанра «Чарли Пэттнен». И считается, что эта песня, которую мы сейчас играем, это один из первых, в общем, первых рок-н-ролл, который был записан вообще в истории музыки. Называется вещь «Going to move to Alabama», то есть, как мы обычно говорим, песенка про переезд. Не про железнодорожный? Да, а вот физический. А который равняет в трем пожарах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Роберта Джонсона. Он много чего написал, а именно 29 песен. Многие искали 30-ую, но, по-моему, еще не нашли. Вот, возможно, ее нет. А вот конкретно эта песня называется Study Rolling Man, то есть, как мы говорим, песня про бродягу. Довольно излюбленная, кстати говоря, тема, тематика в блюзе, бродяжничество, такое вот скитание по белу свету. В поисках счастья. Не всегда, правда, находится это счастье. Но что-то они там, конечно, находили в результате. Да, вообще в блюзе очень распространены риторические вопросы, на которых нет ответа. Так ты поешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Мы не только историки, но и сочинители. Мы рискнем спеть вам одну свою композицию, а потом еще одну. Песня посвящена нашим гитарам. Она так называется, две гитары. Это не романс. В этой песне, кстати сказать, использована техника игры, которая называется fingerpicking. Вот такая. В принципе, на блюзмен концерте нельзя обойти вниманием такой прием игры. Он очень распространен среди блюзменов. И мы его тоже использовали. И сейчас вам сыграем песню, где она есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, дам я все-таки дать представление о том, что я говорил, чтобы некая перета, играемая с блюзами, интонациями и всякими литмическими хитростями, мы поиграем немного инструментальной музыки. Потом будет обязательно для вас споет какую-нибудь классную песню, но это будет во втором отделении нашего концерта. Хотел бы сразу сказать, что сейчас мы как бы представляем свои стили кусочками, а дальше будет непосредственно дуэль, то есть мы будем играть песни через песню. Итак, я приглашаю на сцену. Дмитрий Крупцов, гитара. Валентин Лакодин, контрабас. Меня зовут Георгий Ешигашили, я тоже буду играть на гитаре. Первый пес, который мы будем играть, называется Билли. Это замечательный французский даюнчик в Париже. Барижский даюнчик. Разгадаем. Дмитрий Крупцов, гитара. Дмитрий Крупцов, гитара. Дмитрий Крупцов, гитара. Дмитрий Крупцов, гитара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Играет музыка. 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 Играет музыка.